Мы продолжаем обсуждать тему с многочисленными отказами в ВСЖ иностранцам. Мы спросили местных турков, в том числе и турецких агентствах недвижимости, которые занимаются арендой квартир для иностранцев, и выяснили их мнение по поводу вопроса. И для точности хочется отметить, что мы не ведем общение с русскоговорящими риэлторами, которые работают в Турции. Мы говорим именно с гражданами Турции, с самими турками, которые родились и живут здесь. Общение мы ведем частично на турецком, частично пользуясь онлайн-переводчиком. Русскоговорящие риэлторские компании больше держатся друг друга и не сильно вхожат в турецкое общество, поэтому не всегда в курсе полной обстановки. А мы же в свою очередь тусуемся только с турками, ну с целью быстрейшей адаптации, ассимиляции и погружения в язык. И хотим поделиться с вами их мнением. Ты на канале Turki Space, меня зовут Владимир. Я Олеся. Погнали, погрузимся. Для начала расскажем небольшую историю, которая с нами случилась вот буквально на днях. Мы недавно помогали ребятам из России арендовать квартиру под ВНЖ и столкнулись со следующими проблемами, которыми ранее мы не сталкивались. Мы не раз уже помогали арендовать квартиры под ВНЖ и с такими сложностями, как сейчас, еще реально не сталкивались. Это была жесть какая-то. Все началось с того, что мы сначала с большим трудом сумели найти квартиру, которую собственник согласился сдать иностранцу. Когда раньше были отказы, когда собственники не хотят сдавать иностранцам, но не так, что повально. Все поголовно отказываются связываться с иностранцами. На вопрос почему, они все как один отвечают. То есть сейчас вести дела с иностранцами очень сложно, все усложнилось, и просто не хотят связываться с лишними заботами. И мы нашли одну единственную квартиру. То есть дело обстояло так, что вариантов других вообще никаких нет. Вот просто одна квартира. Либо берешь эту квартиру, либо не берешь и живешь в отеле. Надо сказать, что квартира Бабалыч шикарная. Она больше 100 квадратных метров с отличным ремонтом и мебелью. И даже жакузи. Хорошим СИТС, большим бассейном, огромной территорией и охраной, которая пропускает на территорию только по Спильскам жильцов. И в квартире было абсолютно все. Даже духовка с микроволновкой, что вообще вот очень редкое явление в турецких квартирах. Цена при этом не аховая за такую, а всего 800 долларов в азиатском спальном хорошем районе с хорошей инфраструктурой. Но проблема бы и в том, что собственники сейчас категорически отказываются подключать на себя свет, воду и газ до момента получения ВНЖ. Так как раньше такого вопроса вообще не стояло. Снимаешь квартиру, вся коммуналка на собственники. А после получения самого пластика ВНЖ перед подключаешь абонементы на себя. И все, никакой проблемы в этом не было. А сейчас ни в какое. Ну вот мы решили поехать в компанию Энерджиса, чтобы уточнить, может быть есть какой-нибудь вариант подключить там по паспорту до момента получения ВНЖ. И вот менеджер Энерджиса нас послал в Гёч, где якобы нам должны дать какой-то документ на временное пребывание в Турции. На безвизовых днях до момента получения ВНЖ. На основании которого можно подключить абоненты коммуналки. И послали нас в Гёч в Дудулу, сказав, что именно там выдадут такой документ. Утром следующего дня мы приехали в Гёч на Дудулу, там объяснили, чего хотим. Показали бумагу, на которой нам сотрудник электрической компании написал название документа на турецком. И нас послали в Гёч в Атих, центральный Гёч, объяснив, что такой выдают только там. Мы приехали туда, долго объясняли, что нам надо. Также показали эту бумажку с Энерджиса. Они ничего не смогли понять и вызвали англоговорящего сотрудника, которому мы уже на английском объяснили то же самое. Но что он сказал? Что если мы офицеру покажем это название документа, которое указано на нашей бумажке, они не поймут. И написал другое название на турецком. И сказал, что это они поймут. Мы отстояли очередь. Когда наконец зашли к офицеру, покасали бумагу с уже двумя названиями этого документа, он позвал англоговорящего сотрудника, который сначала нам сказал, что такой документ они дают, но нужно предоставить поданную заявку на ВНЖ. То есть уже заполнена вот эта вот анкета онлайн. Мы думаем, ок, сейчас мы быстро заполним эту анкету, отправим заявку, а потом внесем нужные уже коррективы, там номер страховки и фото. Так можно, если вы не знаете, до даты получения рандеву анкету можно корректировать. Но номер заявки уже будет. Но вдруг он говорит уже совершенно другое, что нужно показать сам пластик карты ВНЖ. Ну, и смысл тогда в том документе вообще непонятно. В общем, мы поняли, что просто они не хотят этим заниматься. Но в квартире по-прежнему нет ни света, ни газа. Собственник открыл воду без аппадемента. Ну, просто открыл крайним ключом, чтобы потом арендаторы заплатили за воду постфактум. Ну, и вода-то холодная, греть-то ее все равно чем-то надо. Ну, и одной водой суть не будешь. Без света так вообще жест. Да и без газа тоже жест. Газа, да. И еду не приготовить. В итоге наши друзья-турки, уж сильно сердобольные, не смогли оставить семью с малолетним ребенком без коммуникаций. И поехали подключать все на свои документы. И не было их аж два часа. В итоге они справились, но с большим трудом. Сотрудники не хотели подключать на них абонементы. Когда увидели, что адреса проживания турков одни, абонементы, которые они хотят открыть по другому адресу, стали уточнять почему так. Пускай гражданин, проживающий по этому адресу, приезжает сам и подключает. Но когда узнали, что это иностранец, стали отказывать в услуге. Что якобы иностранцы, не хотят ничего подключать. Есть проблема с этим. Пускай сначала предоставит и комет. Ну в общем, ребята уговоры, не надавив, что там малолетний ребенок, который останется в опасности. Нельзя ведь так, после получения ВНЖ, они придут, все приподключат на себя. Им надо время отдать. Но сотрудники все разжали, если оформили на турков абоненты за 1900 лет. И мы начали опрашивать других турков, что вообще происходит. Почему сейчас с иностранцами такие сложности. И вот мы узнали следующее. Сейчас власти Турции решили усложнить жизнь иностранцам, приезжающим сейчас сюда с целью получения ВНЖ. Есть негласное распоряжение не идти ни на какие уступки иностранцев. И собственники квартир знают, что сейчас получить ВНЖ будет очень сложно. И многие не хотят с ними связываться. И в договоре аренды даже появилась графа, что в случае отказа ВНЖ иностранец должен за месяц до окончания оплаченных месяцев проживания предупредить собственника. И тогда ему вернут его депозит. И незамедлительно он должен покинуть квартиру после этого. Если же арендатор этого не сделает, значит он должен будет внести оплату за непрожитые месяцы до конца срока аренды. И связано все это с тем, что напряжение в турецком обществе сильно растет. И местные жители активно высказывают свое недовольство в рационной политике действующего правительства. Обычные обыватели связывают повышение цен на рынке недвижимости с активной волной миграции. И обвиняют понаефавших в небывалой инфляции. Вообще на все. А правительству, в свою очередь, проще заслужить лояльность местных перед предстоящими выборами путем ограничения миграционных потоков. Чем объяснять, что инфляция связана с обесцениванием лиры и отсутствием валюты в нужном количестве, чтобы загасить эту инфляцию. Так как миграционную политику изменить они сейчас могут, тем самым удовлетворив требования своих потенциальных избирателей. А вот раздобыть валюту в нужном количестве, не могут. Поэтому сейчас будет продолжаться массовый отказ первичных ВНЖ вплоть до самих выборов. А выборы в июне 2023 года. Ну или может быть пора, сейчас они там раздумывают, сделать до строчи. И, к сожалению, ВНЖ смогут получить сейчас лишь самые проворные, кто сможет преодолеть все препятствия на своем пути. Ну и те, у кого есть деньги, так как расходы будут расти ввиду мигилового повышения цен во всех сферах. Аренда, комиссия риэлторов, страховка, абонементы, карточка ВНЖ. Нотариус тоже так подорожал вообще. Да, все подорожало как минимум валют. Так, на этом фоне, вероятно, многие риэлторы сейчас будут повышать цену за свои услуги. Так как нашел квартиру, сдал ее, а волоки-то на три дня как минимум. И перебирать квартиры сейчас тоже не выйдет. Если необходимо остаться в Турции, то придется принимать решение. Либо брать ту квартиру, которую согласился сдать собственник иностранцу, либо жить в отеле. А так вот так раньше, что посмотрели там 7 квартир, и все что-то не то, и подешевле бы за 200 долларов. Такого уже нет. Нет. Никогда. Ситуация, конечно, сейчас сложная для иностранцев. Так как в первую очередь, граждане Турции не сильно довольны продолжающими ехать сюда иностранцы. Поэтому наш совет. Если вам необходимо куда-то эмигрировать, на временное переждать или на ПМЖ, то Турцию мы бы рассматривали уже после июня 2023 года. Или после выборов, если они будут досрочно. Вот такие дела. Напишите в комментариях, а вы что думаете по этому поводу. Также подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Обратную связь с нами можно держать через почту, указанную под видео, или также через комментарии с вопросами по поводу аренды, продажи, покупки квартиры. Обращайтесь на наш сайт, указанный под видео. И сейчас ты его видишь на экране. Обняли-подняли и немножечко хрустели. Чтобы было приятно. Всем пока. Пока.